Здравствуйте! На канале Антенна 7 новости. Смотрите в сегодняшнем выпуске. На маршруты вышли 50 новых автобусов. Муниципальный транспорт в Омске не меняли с 1990 года. Кожаные куртки, виниловые пластинки и сломанные гитары. Городской музей рока собирает экспонаты. И отличные новости для фанатов «Авангарда» в команде «Прибавление» два титулованных хоккеиста. Сегодня на маршруты вышли первые автобусы из новой партии для муниципального транспорта. Впервые с 1990 года власти анонсировали замену сразу половины машин. До конца года поедут 20 больших автобусов, сотня средних и еще сотня микроавтобусов. Сегодня презентовали 50 средних. Их плюсы и минусы оценили Евгений Нифанов и Юрий Дорошенко. Все новые автобусы отличают доступность. Легким нажатием кнопки на корпусе можно вызвать водителя к задней двери. Это Антон. Скажите, а как вы думаете, сколько в пути вы будете терять, если будет один-два таких пассажиров? Ну, я не знаю. Летом минуты две-три точно. А зимой? А зимой забиты будут эти вот опозы. То есть пока очищу я их. Но это минут пять точно. Антон управляет автобусами уже семь лет. Эту конструкцию сегодня только пробует. Она вот разбирается. Еще нужно в паз попасть. Да. Только обычно не буду больше вот так. Не с первого раза я вижу. Вот. Вот уже лучше получается. Вот третий раз разбираю, собираю. Вот лучше получилось. Быстрее, так сказать. Ну, вот и все. Ну и все, я потом собираю, обратно закрываемся и поехали дальше. Для удобства маломобильных пассажиров автобус еще и опускается. На презентацию привели и молодую семью. Вот только раскладывать низкий порог для пассажиров с детскими колясками водители не обязаны. Тестировать новинку взялись журналисты и фотографы. И у них возникли вопросы. Ну, по ступенькам. Ступеньки. Думаю, эти пассажиры будут формироваться. Могут. Потому что здесь держать. При мне нет. Салон завершается двумя ступеньками. Их придется доводить до ума. Зимой это препятствие станет скользким. Один из минусов этого автобуса – его теснота. Если представить, что все места заняты, то вот так пройти в проходе разрешите, пожалуйста. На самом деле непросто. Дать свою оценку просим директора департамента транспорта. Кондуктору не надо ходить. Кондуктор сидит на входе. И она будет обелечивать на входе пассажиров. Кондуктор сидит там. То есть через весь салон нужно передавать деньги, получается. Это неудобно. Кондуктору придется идти через весь салон. Подойдет кондуктор, да. Только видите, здесь узко. Не считаю, что тесно. Александр Вялков настаивает на своем. У автобуса есть сертификат, а значит, он рассчитан и на наплыв пассажиров. Впрочем, мы приглашаем начальника транспортного цеха попробовать протиснуться в салоне. Вот что получается. Интересно увидеть Александра Вялкова в таком автобусе в час пик. А вот у Антона никаких претензий. Шестиступенчатый уже современная коробка автомат американской фирмы. У нас-то стояли на старых трехступенчатые и четырехступенчатые. А это уже шестиступенчатые. У них и ход побольше будет, и сильнее. Ну, в принципе, ну и как бы все равно комфортнее, чем в старом. Впрочем, разгоняться Антону и опережать график будет невыгодно. Директор пассажирского предприятия номер 8 Виталий Маслик грозит штрафами. Человек должен понимать, что через пять минут или через четыре его автобус подойдет. Есть мобильные приложения, где-то за этим можно смотреть. То есть любое опоздание водителя может быть наказан? Ну, во-первых, он сам себя наказывает рублем. Если он не выполняет регулярность, регулярные рейсы, регулярно, то, соответственно, он не получает определенные деньги. Означают ли новые партии автобусов новые тарифы на проезд? Мэр Оксана Фадина отвечает уклончиво. Что касается платы проезда граждан, хочу заметить, он не поднимался три года подряд. Все это ложилось на муниципальный бюджет. Поэтому сейчас мы как раз верстаем проект бюджета, обсуждаем вопрос межтарифной разницы. И все автобусы, которые сегодня стоят, вы видите, они уже расписаны по маршрутам. То есть это тоже не случайно. Смотрим экономику каждого маршрута для того, чтобы себестоимость с окончательной вкладой граждан как-то коррелирует. Почти половину новых автобусов распределили на один очень протяженный маршрут – номер 22 – от улицы Бархатовой до медсанчасти номер 9. Евгений Нифанов и Юрий Дорошенко, Антенна 7. Не городские джунгли, но дикая природа в любое время года манит охотников, у которых, как и у любого гражданина России, есть права и обязанности. Одно из них – быть внимательными в отношении диких кабанов, чтобы не допустить заноса и распространения африканской чумы свиней. Для Ивана Ивановича охота – это ее любимое увлечение и работа. Он знает, что АЧС – это особо опасный устойчивый вирус, который может сохраняться во внешней среде годами при любой температуре. Болезнь распространяется стремительно. Если животное заразилось, оно неизбежно погибает. А восприимчивы к вирусу – как домашние свиньи, так и кабаны. Источники инфекции – это больные животные, корм, вода, трупы павших животных, укусы зараженных клещей. Охотничьему хозяйству необходимо вести все правильно, с кормом, с подкормкой, чтобы не завести африканскую тучуму болезни в охотничьих хозяйствах. Обязательно сообщать егерям, если где-то увидели тушу животного, добытых животных разделывать на специальных разделочных площадках. Сообщать егерю о том, чтобы егерь мог утилизировать остатки этих животных. Добытых кабанов необходимо предоставлять для экспертизы и не использовать мясо до получения результатов. Самое главное – не допускать перемещения живых диких кабанов за пределы и внутри нашей области без согласования с ветеринарной службой. Постоянно отслеживать клиническое состояние кабанов в местах их обитания и в любой ситуации сообщать в указанной на экране ведомства. К другим темам. В 149-м лицее сегодня произошел пожар. Что-то вспыхнуло в малом спортивном зале. Сотни учеников первой смены и учителя прервали занятия и начали эвакуацию. Все под надзором спасателей. Ведь утреннее ЧП – учения, которые проходят сегодня по всей стране. Свидетелями и участниками эвакуации стали и мои коллеги Денис Ионас и Андрей Кузьмин. В лице 149. У нас пожар по адресу бульвар Заречный 3 в малом спортивном зале. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас, сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. С момента поступления сигнала пожарные должны прибыть в школу не позднее, чем через 10 минут. На эвакуацию четкого времени нет. Все это отрабатывается вот подобными учениями. Потоки школьников, которые еще не свыклись с мыслью об учебе, из разных дверей здания лицея стекаются на спортивную площадку. Учителя точно знают, сколько учеников должно быть. Двоих не хватает. На поиски мальчишек отправляются пожарные. В каком точной кабинете ребята, известно, ведь это учение. Кислородные маски защищают глаза, лицо и органы дыхания. Учения в этом лицеи проходят четыре раза в год, поэтому все действия отработаны. Но к эвакуации в первый учебный день не была готова даже директор. Тем не менее, навык за лето не растеряли. Итогом спасательной операции довольна. Тренировочная, чрезвычайная ситуация прошла спокойно, ликвидирована. Все сигналы были поданы вовремя. Коллектив педагогов реагировал быстро, спокойно, внимательно. Дети, вышли мы вообще. Вся эвакуация прошла за восемь минут. Прошло все так, как и должно было пройти. Все спасены, пожар потушен, учения пройдены. Подводит итог главный пожарный инспектор округа. Значит, все системы автоматической противопожарной защиты сработали. В случае персонал знает свои действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Дети, соответственно, правильно эвакуировались, задействованы были все пути эвакуации. Поэтому оценка удовлетворительна. В школе за детей ответственны учителя и директор. Поэтому спасение проходит под их контролем. А вот дома спасаться придется самому. Для начальных классов – мультфильм, где герои рассказывают, как действовать в пожар. Влажная тряпка к носу, телефонный звонок по номеру 01 с домашнего или 101 с мобильного, укрытие под одеялом и ползком к окну или на балкон. Старшеклассники отрабатывают навыки доврачебной реанимации. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Знать в теории, как поступать в случае ЧП, куда бежать, кому звонить, на какую точку грудной клетки жать и сколько раз делать искусственное дыхание – навыки обязательны. Главное – не растерять их и не растеряться самому в случае реальной угрозы. Денис Сонас, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Километры прочитанных страниц и записей в тетрадях. Но курсантов летного колледжа во время учебы ждет еще и небо. Известное всем, как Алтуга – единственное учебное заведение в стране, где готовят пилотов вертолетов. В 2018-м курсанты вдоволь полетают на Ми-8. Сколько человек колледж набрал в этом году, узнала Светлана Урванцева. На учебу, как на праздник, в колледже каждый год начинается торжественно, а нести флаг доверяют третикурсникам. Игорь Ариштович разбирается с транспортным и радиоэлектронным оборудованием. Чтобы поступить на эту специальность, обошел 10 человек, которые претендовали на место. Мой дедушка всегда мечтал попасть в авиацию, и поэтому его мечта передалась мне. И я сразу решил после школы идти сюда учиться. Романтичная с виду профессия не дает шанса на ошибку. Уже ветеран Петр Воронов – профессионал в радионавигации, к которой глаза и уши воздушного судна. В Омское училище поступил в 1965 году вслед за одноклассниками и так и остался работать. Специальность престижная, востребованная. В то время конкурс был на эту специальность больше, чем на летное отделение. А сейчас наоборот. В колледже сейчас готовят летный состав, инженерно-технический персонал. Ежегодно набирают 285 человек. Пилоты вертолетов на базе в Калачинске учатся летать на Ми-8 и легких иностранных еврокоптерах и вертолетах Белл. Последние поступили недавно, когда колледжем еще руководил Анатолий Якуш. Сейчас отличник аэрофлота. Он стал мечтать о небе в детстве. Это особо учебное заведение, где подготовка осуществляется пилотов и технического персонала. Это особо потому, что эти специальности, они очень серьезные специальности для гражданской авиации. Это связано с обслуживанием, с выполнением полетов, с обеспечением безопасности полетов. Потому что в авиации, уважаемые коллеги и друзья, мелочей не бывает. Выпускники Омского колледжа становятся представителями российских авиакомпаний. Ну а те работают на воздушных сообщениях по всему миру. Поэтому в течение учебного года в колледже больше важны не оценки, а количество небесных часов. Если с теоретической подготовкой, тренажерной подготовкой у нас нет проблем, а вот с отлетом проблемы есть. Ну по ряду объективных причин. Но все выпускники у нас выполняют эти нормы, и мы ни одного не выпускаем, не подготовлено. Поэтому у нас и на сегодняшний день имеются задержки с выпуском. То есть для того, чтобы они полностью отлетали программу, мы вынуждены увеличивать срок обучения. Причины какие? Я сказал финансирование. Ну в основном это поддержание летной годности, воздушных судов. Тем не менее, достойных вертолетчиков в колледже продолжают готовить из года в год. Светлана Урванцева, Максим Баринов, Антенна-7. Курсантам Алтуги еще далеко до пенсии. Напомним, согласно недавнему заявлению президента Владимира Путина, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 60. Реформа может вступить в силу уже с 1 января 2019 года. Мои коллеги побывали на митинге и узнали мнение горожан. Давайте посмотрим и мы. Владимир Путин на днях смягчил пенсионную реформу. Вы как к этому относитесь? Я считаю, он молодец. Это классные политтехнологии. Есть такая поговорка. Хочешь сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом как было. Только в нашем случае это сделай плохо, очень плохо, а потом просто плохо. И все будут довольны. То, что нам предлагали ранее, это полное уничтожение народа. А то, что сказал Путин, это отличная настройка. Социальные добавки. Это совершенно все по-другому теперь будет. Он все перевернул с ног на голову или наоборот. Если, скажем, сейчас пенсионеры содержат своих детей на свою пенсию, потому что они безработные, не потому что работать не хотят, а потому что работать не могут. Многие тысячи выходят, уезжают из Омской области, в другие регионы, в частности тоже в Москву и Московскую область. И в большей степени я не согласен с тем, что эта реформа коснется моего брата младшего, моих детей, именно их, именно ваше поколение на самом деле. Мы против повышения пенсионного возраста, против антисоциальной политики государства. Именно поэтому. Хорошо. А вот на днях Владимир Путин смягчил пенсионную реформу, как он это сам сказал. Вы как к этому относитесь? Относимся отрицательно, поскольку это не выход. То есть есть много других путей, но о них никто не говорит. А смягчение это условное. То есть три года отменить у женщин, у мужчин ничего не отменить, достаточно глупо. Здесь потому, что не согласны с пенсионной реформой, которая должна быть в скором времени. И так как многие люди вышли проголосовать против, поддержали эту инициативу. Твой прогноз, что будет вообще с пенсионной реформой? Примут, не примут, как это будет зависеть и происходить? К сожалению, пенсионную реформу примут. Прогноз мой неутешительный, погода отвратительная. В декабре уже митинговать люди не станут. А чтобы вывести их весной на митинги, нужен какой-то социальный взрыв. Кровавый утренник, пик, клаксон, санрайз, оберег. Все это некогда знаменитые омские рок-группы, не гражданской обороны единой, как говорится. Чтобы фанаты могли вспомнить молодость, а нынешние хипстеры углубиться в историю, решено было сделать музей рока. Открытие планируется осенью. Экспонаты как раз сейчас собирают по крупицам. Сегодня основатель группы Исайя расстался с афишами 90-х годов и первым компакт-диском, выпущенным в Омске. Смотрим сюжет. Вот первый альбом, какой-то 96-й год, наша группа выпустила первый компакт-диск в Омске. Это второй альбом, его нельзя распечатывать, нельзя слушать, никто его никогда не слушал. Конечно, слушали. Олег Арестархов лукавит из скромности. В группе Исайя он играл на гитаре и пел одновременно. Было это в далеком 1989-м, когда рокер еще носил пышную прическу, откликался на аркан, а перед концертом облачался в черный балахон. Балахоны, это, конечно, они символизировали нечто такое таинственное, фетишное на сцене, чтобы отличиться. Потому что в те времена в нашем городе Омске было уже достаточно много рок-групп, и выделиться среди них надо было как-то по-интересному. Балахонов уже нет, зато сохранились фотографии, плакаты, афиши и даже авторские права на песни. Хранить все это на своих квадратных метрах нет смысла. Раритет покроется пылью без благодарного зрителя. Потому аркан решился передать Исайю в музей рока. Он откроется осенью благодаря Сергею Фомильцеву. Директор Омского киновидеоцентра предложил рокерам свое помещение, потому что тоже поклонник жанра. Рок я люблю за его честность, за его напористость, за смелость. Это, наверное, одно из единственных музыкальных направлений, которое говорит открытым текстом с людьми. Никаких опознавательных знаков на здании пока нет, но рокеры уже подъезжают к заветным дверям. Пообщаться о музыке с зачинщиком Артемом Мурзиным, помочь ему с дизайном интерьера. Вот эта вот колоритная стена, которая у нас по-черновому оштукатурена, на ней будут находиться... Это лофт? Да. На ней будут находиться баннеры формата А1 или А2, посвященные каждой легендарной группе. Привычной музейной тишины здесь точно не будет, уверяет Артем. Экскурсии будут сопровождаться показом фильмов. В углу поставят сцену для заезжих именитых гостей. Во время квартирников они будут играть. Прямо на экспонатах, возможно. Гитара Ивана Мурга, гитара Олега Соломатина из группы Астра. И обещали нам, ребята, вышли с предложением, сделать реплику, правда, точную копию гитары Егора Летова. Изгиб гитары «Черной» в последний раз нежно обнимает Денис Кабаков. Десятки концертов и сотни репетиций он отыграл на ней в составе рок-группы «Антерос». А теперь презентует инструмент музею. И на ней есть автографы. Группа «Слот» расписывалась. Потом мой любимый гитарист Сережа Табачников, Сережа, привет. Вот, и самый кончик «Конек» группа «Скорпенс». Приезжали в 2011 году и так вот у меня расписались. В архивах омского рока нашел свои снимки наш оператор Юрий Дорошенко. На минуточку – бас-гитарист кровавого утренника. Дорис тоже обещал порыться в закромах и подарить музею кое-что из личных вещей. Анна Рыбина и Юрий Дорошенко. Антенна 7. Великолепный старт «Авангарда». В первом матче чемпионата ястребы сокрушили ярославский локомотив на площадке соперника. Счет открыл нападающий «Авангарда» Максим Тальбо. На 27-й минуте канадский форвард блестяще подработал шайбу и бросил точно в дальний угол. Затем омичи развили успех. Сергей Широков и Михаил Фисенко забили с интервалом в полторы минуты. «Авангард» повел 3-0. Продолжал играть в активный наступательный хоккей. На финише матча Денис Зернов забросил еще одну шайбу. «Авангард» победил 4-0. Следующий матч ястребы проведут во вторник в Москве против «Динамо». Очень доволен желанием команды, тем усердием, которое проявили хоккеисты. Все звенья отработали максимально хорошо. Для этого мы долгое время работали на предсезонке. И, конечно, мы счастливы, что одержали выездную победу. Еще две отличные новости для болельщиков «Авангарда». Команду усилили опытные и титулованные хоккеисты. Канадский нападающий Крис Верстик и российский защитник Алексей Емелин. Обоим хоккеистам по 32 года Крис Верстик – двукратный обладатель Кубка Стэнли. И его возможности прекрасно известны главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли. Соглашение с игроком подписано на один год. Алексей Емелин – чемпион мира 2012 года и дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Акбарса». Затем семь сезонов играл в «Энхел» за клубы из Монреаля и Нэшвилла. Контракт с Алексеем Емелиным подписан на три года. Яркий футбольный матч за золотые награды. Лидер чемпионата Омска клуб «Молния» сразился с командой «Прогресс». Репортаж Владимира Истомина. Мощнейшее начало. Острая атака футболистов команды «Прогресс». Удары с нескольких метров. Быстрый ответ игроков «Молнии». Данил Горбачев вышел один на один с вратарем. Удар. Мяч попал в штангу. Новые атаки. Отличный момент у «Прогресса». Натиск футболистов «Молнии». В заключительном матче игроков в черно-красной форме устраивала ничья. В футболисты «Молнии» играли на победу. Хорошие комбинации. Фланговые проходы полузащитников Ивана Черноусова и Владимира Шведа. Удары с дистанции. Пристрелка. И два классных гола в середине первого тайма. Футболисты «Молнии» повели. Забили с контратак на ошибках соперника. Атаковали. Они не использовали свои моменты. В прорыв уходили крайние полузащитники. Возникали моменты у нападающих. Скоростной, зрелищный футбол. Серия хороших атак игроков «Прогресса». Боевая техничная команда прибавляет в мастерстве. Футболисты в синей форме надавили на ворота «Молнии». Могли забить. В перерыве поговорили. Хотели перестроиться. Вышли, начали атаковать. Что-то не получилось. Завершения не было. К сожалению. Но атаки были хорошие. Эмоции, напряжение, соперничество в каждом моменте. Тренеры «Молнии» сделали своевременные замены. В игру вошли два полузащитника с хорошим пасом. Футболисты «Молнии» отлично сыграли на контракт. Ренат Аспанов и Данил Горбачев увеличили преимущество 4-0. Стали контролировать мяч и пытаться ловить соперника на контракт. Ну и получались передачи в зонку. И быстро переводили игру с фланга на фланг. Атаки на кураже. Отличная передача. Удары в касание. Лучший футболист заключительной части матча. Играющий тренер команды «Молния» Александр Акимов. Наставник чемпионов забил в красивой атаке. Сделал результативную передачу. «Молния» победила со счетом 7-0. Завоевала золотые награды. Это третьи чемпионские медали к ряду. «Самое главное, что в этом чемпионате у нас получилось так, что мы не проиграли ни одного матча. Свели всего два матча в ничью. И пропустили меньше, чем один мяч за игру. Это положительный, позитивный результат. Также радует то, что новые игроки, которые влились в команду, не подвели. То есть органично вписались. И команда как бы не сбавила темп». Серебряные медали чемпионата выиграли футболисты команды «Росэлектроника». Обладатель бронзовых наград определится в поединке клуба «Эгида-55» и футболистов поселка «Входной». Он будет сыгран на этой неделе. Впереди у команд городской футбольной лиги матчи на Кубок Омска. Игры первого этапа пройдут в ближайшие дни. Владимир Истомин, Максим Баринов, «Антенна-7». На этом выпуск завершен. До встречи в эфире на канале «Антенна-7». Также смотрите нас в соцсетях и звоните по телефону 308-058. «Антенна-7». Как много? Не так много, как брендов в континенте. Мир меха и планета обуви продлевают акцию. Только в сентябре на весь ассортимент скидки до 70%. Такого вы еще не видели. Атемаркет, 6-я станционная, 3-й этаж. Наслаждаться жизнью можно в любом возрасте. Яркой осенью, снежной зимой, цветущей весной. В санаториях Белокуриха, Сибирь и Катунь действует специальное предложение на путевки для пенсионеров. Вы заслужили этот отдых.